ПЕСНЯ 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 МЕЛОДИЮ КАХАНЯ САЛОДКИЯ У СЕРЦІ СУСТРЕШИ И СПАТКАНИ ВЛИТОК ТІПЛЫЙ НИЯ НЕ ПРИТУЛИ ДО СЕБІ ПЕСНЯ ПЕСНЯ ука ханя солодки литок теплый ними они пройдули до себе и твои пахнут соника с ними до вы ни битва На цепи ежалейка с гармоника все, что мне требуется, растут. На цепи ежалейка с гармоника все, что мне требуется, растут. Я люблю, вот как вы это делаете, как вы поете, как вы друг с другом это поете. Но, Вадим, вот хочу обратить внимание на гармошку. Вот этот такой, знаешь, родной белорусский инструмент, у тебя их несколько, у тебя их вот столько много. Мне просто интересно, ты вообще сам научился играть на гармошке? Да, учусь. А, еще учишься до сих пор? Да, всю жизнь. А, всю жизнь. Как завещал наш дядюшка. Вообще давно освоил это творчество? Первый раз я взял в 2010-м, потом испугался, забросил и в 2011-м где-то... Сколько сегодня гармошек? Ну, концертных основных где-то 14-15, ну и дома штук 50 лежат такие. Я ремонтирую просто. А вот на самом деле, дорогие друзья, именно губная гармошка стала первым музыкальным инструментом, который прозвучал в космосе. Вопрос нашего конкурса. В каком году и какую мелодию исполнил астронавт Оли Шир в космосе впервые на губной гармошке? 34 22 43, телефон прямого эфира. Мы ждем ваши варианты ответа. И сегодня в первом конкурсе разыгрываем удивительное лукошко от мастера Тамары Самойленко. Мне кажется, вот под эти бурные аплодисменты, да, конкурс, ответ на вопрос нашего конкурса найдется быстрее. Еще раз напомню, 34 22 43, в каком году и какую мелодию впервые исполнил астронавт Оли Шир в космосе на губной гармошке. Кстати, кроме губной гармошки, Таисия, какие еще музыкальные белорусские инструменты освоили? Гитара есть? Может быть, цимбалы какие-то, дуды? Я пыталась играть на флейте, на блок-флейте. Честно, сердечно пыталась. Видимо, все-таки руки немножко не с того места у меня расчет. И петь у меня получается лучше, чем играть. Поэтому я оставила эту идею. Но сегодня у Кавы что? Гитара, губная гармонь. И вокал. И вокал. То есть других музыкальных инструментов нет? Ну, теперь все остальное заменяет нам электронная музыка. Мы немножко в эту сторону ушли. И пока довольны. Ребята, скажите, у кого вообще дома есть, ну, скажем так, плетеная вышивка, вот знаете, как раньше в деревнях была, в белорусских народных традициях? Может быть, орнаменты, костюмчики? Может быть, у кого-то вот такие соломенные плетеные вазочки, корзиночки? Вспоминайте. Ну, у меня, я знаю, что я раньше в детстве все время свое детство проводил в деревне у бабушки с дедушкой. И у них всегда было очень много всяких, ну, кошек, корзин, да, очень много. И когда я спрашивал у них, ну, оказывается, что это они делали все своими руками. И я так всегда был гордым. И ничего себе, как круто, что... Стас, ну, а сегодня у тебя в доме есть вот что-то подобное в народных традициях? Ну, что-нибудь да есть, нужно вспомнить только. Это я все, дорогие друзья, веду к тому, что наши предки все-таки умели украшать свой быт. Раньше в домах были все больше резные вот лавки, деревянная утварь, расписная посуда, вышивка, кружева и, конечно же, плетеные корзины. Очень интересно, какие вы знаете народные промыслы, звоните в студию, пишите в Вайбере. Напоминаю, что это прямой эфир. И, кстати, одно из исконных славянских ремесел – это плетение из лозы. У нас есть телефонный звонок. Мне подскажут, что это один из вариантов ответа на вопрос нашего конкурса. Давайте попробуем, да, найти победителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Давайте познакомимся. Меня зовут Валерия, звоню вам из Речицы. Валерия, Валерия из Речицы, замечательно. Скажите, у вас дома есть вот такие вот плетеные из лозы лукошки, корзины или что-то подобное? Нету, но вот хочу собрать коллекцию и, думаю, начать с вашей. Ну, самое главное, это хорошо коллекция, но самое главное, вы досмотрите до конца нашу программу. Мы сегодня даже попробуем научить наших зрителей первым вот этим вот шагам в лозоплетении. Ну, а пока конкурс. У вас есть возможность действительно выиграть лукошка из лозы от мастера Тамары Самойленко. И для того, чтобы получить этот приз, вам нужно ответить на вопрос нашего конкурса. Итак, напоминаю, вопрос, в каком году, какую мелодию астронавт Оли Шир исполнил в космосе впервые на губной гармошке? Я думаю, что это была в 1965 году песня «Джингл Бэлс», новогодняя такая. Ну, если вы споете, то я вот подумаю, может быть, вот действительно лукошка ваша «Джингл Бэлс». Не спою, но я уверена, что это эта песня. Отлично. Ну, в любом случае, лукошка ваша, ответ правильный. Спасибо. Спасибо большое. Вот-вот же такое губная гармошка, да. Кстати, действительно, очень интересная такая информация. Итак, дорогие друзья, лоза, лозоплетение – одно вот из таких вот действительно, таких исконно белорусских ремесел. И вы знаете, одно время из лозы даже плели рыболовные сети и делали ловушки для птиц и зверей. Для меня это вообще было просто открытием. И вы знаете, в какой-то момент о лозоплетении подзабыли. Но благодаря вот таким народным мастерам, как Тамара Александровна Самойленко, это уникальное искусство плетения обретает сегодня второе дыхание. Очень хочется вас оторвать от этого увлекательного занятия. Тамара Александровна, сколько вообще вот таких корзинок, лукошек вот есть, вообще, скажем так, прошло через ваши руки? Мне очень сложно даже сказать. Это невозможно посчитать. Да, посчитать невозможно. А как вы считаете, насколько популярны сегодня вот изделия из лозы? Вообще вписываются ли они вот в современный интерьер? Вот ваше мнение такое. На мой взгляд, однозначно вписываются. Потому что какой бы ни был ультрасовременный интерьер, он нуждается, конечно, в украшении. И всегда были приняты, значит, вкраплять в интерьер какие-то дополнения, рукодельные дополнения, живопись или же изделия из дерева, стекла и так далее, и так далее. Лоза в том числе. Это очень теплоту, мне кажется, придает. Да, это, во-первых, как бы одухотворяет интерьер, ну, как бы, ведь когда просто стоит мебель, ее же нужно чем-то все равно наполнить, как бы одухотворить. И без этого невозможно. Особенно теперь, когда человек, особенно горожанин, он, можно сказать, оторван от природы, к сожалению. Вы знаете, вот я даже в руках держу вот это лукошко, оно такое легкое, оно такое, мне кажется, практичное. Такое и грибы, и ягоды, и хлеб, и конфеты, ну, это что-то, да, да, очень удивительно. Даже не верится, что это все создано вот так вот просто, вот руками человека. Мне очень вот интересно, Инна Васильевна, в вашем доме сегодня есть вот изделия, произведение искусства наших вот белорусских ремесленников? Конечно, Наталья, конечно, есть, и их достаточное количество, и они настолько разнообразны. Они находятся у нас в выставочном зале на Ирининской, 19. Это не только изделия из лозоплетения, но это и соломоплетение, это и резьба по дереву. Там в резьбе по дереву представлены очень интересные прорезные вазы народного мастера, то есть это есть на что посмотреть. Далее это и ткачество, и рушники вышитые, и вышитые сорочки, и белорусская кукла. Но это все в выставочном зале? Это все у нас в выставочном зале. А, я подумала, это у вас дома уже, думаю, ничего себе. Ну, дома, из дома я тоже уже, конечно, кое-что принесла. Что покажите? И, значит, вот что можно обратить внимание, у меня в руках игрушка, но это не только игрушка, в которой крутятся колесики, да, как резьба по дереву, это еще и свистулька. То есть для детей я позаимствовала, конечно, у ребенка, конечно, да, он вышел, в принципе, из этого возраста, но, тем не менее, дал мне попользоваться. То есть это из вашей домашней коллекции? Это из вашей домашней коллекции. Также куклы. Куклы вообще носят большое значение вообще. Кто автор? Вы знаете, кто автор этого? Да, безусловно. Значит, у нас в Будокошелевском районе есть директор Гусевицкого сельского центра ткачества. То есть он... Виталий Карпинский. Виталий Карпинский, совершенно верно. Он же был как-то, да, 8 на 6 программах. Он не по профессии, он по призванию мастер. Поэтому он начал возрождать ткацкий станок и уже перешел вот таким вот уже игрушкам. И возродил сейчас... Вот, смотрите, когда-то он, да, вот точно такую штучку сделал прямо у нас в прямом эфире. Да, да. Вот такие, далее, вот такие вот рушники, которые являются визитной карточкой Гомельской области. Да, это Неглебский рушник. Вот, это тоже из дому я привезла. Ну и хотела бы обратить ваше внимание на уникальную одну вещь. Один из видов декоративно-прикладного творчества. Действительно уникальный в своем роде, потому что он носит название Суржская скань. На изготовление этой тарелки ушло 8 тысяч стружек. Мастеру понадобилось год работы, чтобы сделать. Для того, чтобы добиться разного цвета на тарелке, то есть используются разные сорта древесины. Ребят, целый год вырезается стружечка и выкладываются из нее картины. Кто автор? Автор Светлана... Татьяна Дедковская. Татьяна Дедковская. Ну что же, аплодисменты для наших мастеров. Это лишь малая часть, да, о чем в принципе можно сказать. Вообще, когда видишь работы, вот такие вот работы мастеров, то кажется, что в принципе человеку под силу все, сотворить все. Вот я сейчас смотрю, как Тамара Александровна режет, пилит, что-то там плетет. И вот хочется попросить, вот поделитесь с нами опытом. Вот на самом деле, вот могли бы вы сегодня показать нам вот первые шаги, как в принципе работать с лозой. И вот хочу вот у ребят спросить, вообще есть у кого-нибудь опыт? Лазуку кто-нибудь? Плю? Серьезно, что плю? Сало жарили. От незнания, от незнания. Таисия, готова попробовать? Да, конечно. Ну что ж, мы тебя поддержим аплодисментами, да. Ничего. Итак, дорогие друзья, если вы хотите присоединиться к нам, пожалуйста, будьте сейчас внимательны. Мы готовы вот все вместе освоить новое хобби, научиться, может быть, создавать вот такие вот шедевры. И Тамара Александровна нам расскажет, с чего начинается лозоплетение. С чего начинается вообще лозоплетение? Да, с чего начинается лозоплетение? Это, конечно, очень сложный вопрос, но я вам хочу сказать, что лозоплетение, и как любой из видов народного творчества, начинается, конечно, с человека устремление к этому. Потому что, когда лежит душа, то человек, во-первых, задается рядом вопросов, а потом находит ответ на эти вопросы. Точно так же и с лозоплетением. А что это? А где ее взять, лозу? А как ее заготовить? А как ее обработать? А затем, как с нее что-то начинать делать? Вот. Поэтому, если эти подробности, если у вас какие-то конкретные вопросы... Есть конкретные. Вот конкретный вопрос, я думаю, Таисе тоже интересно. Вот на столе сегодня представлена самая разная лоза. Вот я смотрю, сухая лоза. Вот такие вот, да? Вот такие вот веточки. Вот посмотри, Таисе, видишь, они очень упругие. Я не представляю, разве из этого можно что-то плести? Они же ломаются. Да, они потому что еще не увлажненные, да. Но я взяла здесь очень тоненький материал. Вот, наверное, в этом основной секрет. Они должны быть мокрые, по-моему. Вот. И, значит, они заготавливаются совершенно разной толщины материал. И толщина материала, да, зависит от того изделия, которое мы будем делать. Конечно, если это крупное изделие, то нужна толстая лоза. И, соответственно, а если это мебель, это у нас предназначено для того, чтобы делать ребра вот этой корзиночки. Я почему сегодня вам показываю, как изготовить лукошко, потому что это первое изделие, которое я вообще-то начала делать. Серьезно? Я знаю, что где-то вот здесь вот есть даже эта лукошко самая первая ваша. Да, вот оно. А, вот самая-самая первая. Сколько лет назад? Да, я его... Это... Ой, не знаю, лет 25. 25 лет назад. Дорогие друзья, мне кажется, это заслуживает, да, аплодисмента. Вот это вот первая лукошко. Ну, я ему любовалась, просто не могла оторвать глаз, честно говоря. Мне кажется, что, в принципе, Таисия может тоже начать свою первую лукошко прямо сейчас. Я вижу, что здесь самое главное, это вот это, наверное, плетение с одной стороны, как мне кажется, нет? Все этапы очень важны, начиная с того, какой материал заготовлен. Но, конечно, я покажу, как выполняется плетение. Да, плетение. Это простое плетение. И поскольку изделие некрупное, то мы выполняем его с мелких прутиков. Значит, вот подставляем. А простое плетение, вот где закончился прутик, так, предыдущий, мы просто подставляем, как бы, рядышком и начинаем огибать вот эти ребра поочередно. Слева, справа или спереди. Вот, кажется, ничего сложного. Пока сейчас, если не попробует, мы не поймем, да. Сложно это для начинающих. Естественно, что, да, нужно вот этот, как бы, какой-то радиус не делать жамок, потому что она действительно будет ломаться. И, как в любом, как бы, творчестве, надо, конечно, очень хорошее настроение, потому что, действительно... Вадим так сосредоточен. Вадим, тебе понятно, в принципе? Все, я, значит, вам поручаю. Это вам. Покажется, что получилось. Ну, а мы, наверное, все-таки... Да, да, да. Ну, как-то. Да, совершенно верно. Стас, в крайнем случае, у нас еще есть Стас на подруге. А левая рука помогает, да. Вот совершенно правильно. То есть все правильно, Таиса? Руки, руки сами делают. Я подсматривала, пока вы делали там, на всякий случай. Я подозревала, что... Да не вопрос. Вы сначала наплетите их, да, в таком количестве. Да, ваши поклонники быстрее придут на концерт, когда будет такие лукошки раздавать. А то. Ну, хорошо. Пока ребята осваивают технику плетения, расскажите, с чего, в принципе, начинается вот... Вот это лукошечко, да? Да, вот такое лукошко. Значит, начинаем с изготовления двух таких обручей. Значит, для того, чтобы выполнить два обруча, притом они немножечко разные должны быть по размеру. Один, как бы огибать второй. Чуть больше. Да, он немножечко должен быть больше. И мы делаем такой срез, он называется на ус. Длинный ус. Вот. Мы выполняем такой срез. И для лучшей прочности можно даже немножечко проклеить, потому что надо соединить вот эти две детальки. И мы просто проклеим их. А клей у вас какой? Да, клей ПВА. В принципе, любой прозрачный клей. Ну, ПВА тоже замечательно подходит. По большому счету, мы затем это все зафиксируем. Но для начала можно так немножечко упреклить. То есть приклеить и потом завязать специально? Да, потому что если мы это не сделаем, то, конечно же, изделие в процессе плетения может быть деформироваться или какой-то нарушится вот это вот соединение. А вот у вас сколько времени уходит вот на такую лукошку? Ну, я точно не подсчитала. Ну, вот если от начала, начиная с подготовки материала, то около дня. За день вы можете это сделать? Да, конечно. То есть, дорогие друзья, вы же понимаете прекрасно, что за час нашей программы мы всего лишь освоим, попробуем, да. Но, по крайней мере, заинтересуем вас и себя этим интересным занятием. Хочу спросить, где вы берете лозу вот эту, что вот и на столе принесли сегодня и для своих изделий? Это где-то в Гомеле или специально заказываете? В свое время я когда-то приобретала у одного человека, мы с ним познакомились, у него было очень много свободного времени, он заготавливал, он сам меня нашел и стал предлагать. Но, в принципе, мы всегда даже ездили на заготовку лозы. И когда я вот и в колледже работала на рульных художественных промыслов, мы с учащимися находили где-то, да, совершенно верно. Это вот сейчас на фотографиях, Стас, посмотри, вот мы видим ребята, как они собирают лозу. Да, то есть мы заготавливали, находили. Но проблема в том, что ежегодно на одном месте лоза, лозу можно не найти. Понимаете, ландшафт, вот если кто как бы вот наблюдал за этим вопросом, то в следующий год мы ее там не найдем, а найдем совершенно в другом месте. И поэтому вот точно сказать где и как, но ищем в каких-то балочках. Посмотрите, пожалуйста, Тимаря Александровна, насколько Таисия справляется со своими заданиями? Мне нравится, все хорошо, да. Таисия даже не дает Вадиму шансов что-либо испортить сегодня. Да, ну что ж, хотелось бы, пока вот ребята творят, хотелось бы, Инна Васильевна, уточнить, вообще много ли вот таких вот мастеров по лозоплетению сегодня на Гомельщине? Вы знаете, по лозоплетению достаточно мастеров, но я бы хотела отметить, что народных мастеров в Гомельской области у нас 9. Всего 9? Всего 9. Не только по лозоплетению вообще? Нет, это и резьба по дереву, это и ткачество плетения поясов, это и лозоплетение, конечно, и соломоплетение. Ну что ж, вот такой вот уникальный человек, да, сегодня у нас в гостях, Тамара Александровна, давайте мы ее еще раз поаплодируем, потому что она настолько скромна, в своем деле, да, что даже, по-моему, этого не замечает. Какие вообще народные промыслы сегодня характерны вот для Гомельщина? Ну, такой, казалось бы, очень простой вопрос с одной стороны, но вот интересно, что... Традиционными, наверное, является все-таки наряду с лозоплетением, конечно же, является это и соломоплетение, вот, это и резьба по дереву, это и ткачество, как я уже ранее говорила, это и вышивка. Если говорить о вышивке, вот, я могу сказать, привести пример у нас в Ельском районе, есть коллекция, называется Ельский фартушок, значит, вышитые фартушки, которые были собраны в память о восьми деревнях, которые пострадали от чернобыльской, от аварии на чернобыльской электростанции. И вот в память о них, местные жители, собрали такую коллекцию вышитых этих фартушков. На сегодняшний день она насчитывает более пятиста. Вот, то есть это достаточно тоже уникально. Что касается этого вида творчества, именно ткачества, изготовление, очень популярным сейчас стало изготовление национальной куклы. Национальная кукла? Кукла, да. В белорусской вышиванке? Кроме того, что они, наши мастера, умельцы, я могу сказать, что у нас в Гомельской области вообще на сегодняшний день существует 27 домов и центров ремесел, в которых работает 120 методистов, мастеров, которые не только сами занимаются ремеслом и сами делают, они еще и передают, то есть популяризируют, конечно, сохраняя, возрождая традиции. Перед этим предшествует большая исследовательская работа, то есть они выезжают в местные, в деревни, в населенные пункты и собирают от местных жителей, то есть перенимают опыт, где-то даже записывая, фиксируя, значит, и потом уже перенимают этот опыт и уже воплощают в своих изделиях. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что это прямой эфир, сегодня говорим о народных промыслах, очень интересно, какие народные промысла и ремесла знаете вы? Звоните в студию 342243, пишите в Вайбере. Сегодня у нас, давайте послушаем, как это происходит, сегодня у нас урок, скажем так, лоза плетения, группа Кава решила, да, освоить под вот такую вот интересную музычку, да. Стас решил просто поиграть, пока ребята плетут, но я бы хотела, дорогие друзья, продолжить нашу конкурсную программу, у нас есть еще один приз, это пригласительный билет в картинную галерею Гаврила Ващенко, и для того, чтобы его получить, надо позвонить в студию по телефону 342243 и ответить на вопрос конкурса. Для чего в старину, кроме хранения продуктов, служили бочки, вот такие вот деревянные, разного размера бочки, я уже вам даже подсказываю. Итак, для чего в старину, кроме хранения продуктов, служили бочки? Пригласительный билет в картинную галерею Гаврила Ващенко разыгрываем, телефон в студии 342243, мы ждем ваших телефонных звонков, и хотелось бы уточнить, Тамара Александровна, что вы так бурно ребятам показывали и доказывали, они напортачили? Нет, все правильно плетут, но единственное, что они не знали, где нужно срез делать. А где нужно срез делать, вы показали? Внутри, конечно же. Внутри, понятно. Снаружи нельзя. У вас уже тоже получается каркас, я смотрю. У меня получается каркас, то есть я соединяю два обруча, и сейчас нужно в точечках касания этих обручей бить маленький гвоздик. Так у вас и молоток есть? Да. Ого! Там целый арсенал оборудования. Для того, чтобы бить, конечно же, нужно шилом сначала наметить эту точечку касания. Вообще, вот как в вашей жизни появилось лозоплетение? Я знаю, что вы, по-моему, работали инженером-конструктором на заводе в свое время, и тут вдруг народный мастер по лозоплетению. Как, почему? Кто-то из родственников этим занимался? Приобщились? Собственно говоря, когда я начала заниматься, я просто интуитивно вышла на это лозоплетение. И просто был такой период, наверное, что я искала какие-то перемены. Ну, в жизни у каждого человека бывает, что его что-то не устраивает, он хочет или за пределы того, что уже есть. Вот. У меня так получилось с лозоплетением, и просто я сама удивилась, что когда я начала плести это лукошечко, и все очень легко получилось. И буквально первые работы, когда я подошла в Центр народного творчества, выставочный зал, теперь на Иренинской, то эти работы у меня сразу пригласили участвовать в выставке. Вот. И я смотрю, что просто это как бы востребовано, и как-то пошло-поехало. Пошло-поехало. Так откуда память-то? Вы никогда не проверяли родственников? Может быть, кто-то действительно... Да, мне тетушка сказала, что оказывается, вот когда в деревнях дедушка мой плел когда-то из лозы. Но ведь это была многотетная семья, и они как бы так подрабатывали, сдавали в колхоз. Это был очень хороший заработок всегда, всегда для белорусов в деревнях, да, вот ремесло. Если человек владел каким-то ремеслом, это вот даже Стас вспоминает про свою бабушку. Кстати, ты говорила, она сегодня будет смотреть эту программу. Да, пользуясь случаем, хочу передать привет своей бабушке. И аплодисменты наши, да. Привет, привет. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю вопрос нашего конкурса. Для чего в старину, кроме хранения продуктов, служили бочки? У нас есть телефонный звонок, может быть, это автор правильного ответа, сейчас узнаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте мы с вами познакомимся. Меня зовут Наталья, а вас? Меня зовут Анатолий, очень приятно. Мне тоже, Анатолий, приятно. Скажите, пожалуйста, для чего в старину, кроме хранения продуктов, служили бочки? Как вы считаете? Знаете, я, конечно же, может быть, ошибаюсь, и будет это очень жестоко и грубо, но я в некоторых, там, ну, не передачи, а такие были, как бы, даже документальные фрагменты, когда-то я сталкивался в жизни. У некоторых, тех там, что-то, я помню, уродовали людей, закрывали бочки. Вы меня прям пугаете, вы меня пугаете. Давайте что-нибудь по хозяйству. Представьте, что вот в хозяйственных целях использовали бочки. Как вы думаете, для чего? Вот хозяюшка, для чего, кроме того, что она там хранила крупу? Для чего еще она использовала бочку? Я не могу предположить. Ну, спасибо в любом случае вам за этот телефонный звонок. Вот такие вот и документальные фильмы, и передачи смотрят наш зритель. Но в любом случае спасибо. Дорогие друзья, продолжаем конкурс. Для чего в старину, кроме хранения продуктов, служили бочки? Давайте уточним все-таки в хозяйстве, для чего их хозяйки использовали. На самом деле, ответ очень-очень простой. Просто вот так вот представьте бочки разных размеров, и представьте, для чего в старину они могли еще пригодиться. Итак, мы продолжаем прямой эфир. Напоминаю, это программа «Добрый вечер, Гомель». Какие народные ремесла, народные промыслы вам известны? Очень интересно ваше мнение. Звоните в студию, пишите в Вайбере. Я пока зачитаю несколько сообщений, которые уже прислали наши зрители. Ну, во-первых, есть сообщения в Вайбере на вопрос конкурса. Дорогие друзья, для того, чтобы выиграть, принимаются только телефонные звонки. Но есть некоторые сообщения, мылись, например, бочки. Хороший вариант, да, но немножко не так. Еще раз говорю, разного размера бочки, дорогие друзья. Подумайте, для чего использовались. И звоните в студию 34 22 43. Есть сообщения в Вайбере от наших телезрителей. Станислав считает, что резьба домов раньше была очень популярна. Сегодня это большая редкость. И раньше такие мастера были в каждой деревне. Катерина пишет, что новое – это хорошо забытое старое. Пока все ищут и экспериментируют с новыми модными материалами. Родное, народное, ну, понемногу забывается, считает Катерина. Дарья считает, что древесная скань – это что-то невероятное. И спрашивает, есть ли еще у нас мастера. Вот мы как раз-таки рассказали о некоторых из них, да. Петр считает, что художественная ковка сегодня тоже очень популярна. Хорошая кузнецы на вес золота. Ну, а Алена очень хочет научиться плести из лозы и соломки. Ну, что ж, вот именно сегодня мы как раз-таки азы лозоплетения и осваиваем Алена. Поэтому оставайтесь с нами, продолжим после рекламы. Дорогие друзья, на «Беларусь-4» продолжается прямой эфир. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях группа «Кава», народный мастер Республики Беларусь по лозоплетению Тамара Самойленко и директор Гомельского областного центра народного творчества Инна Быховцова. Давайте еще раз, да, вот так вот повстречаем наших гостей. И самое главное, мы учимся сегодня плести из лозы и разыгрываем пригласительный билет в картинную галерею Гавриила Ващенко. Для того, чтобы его выиграть, напомню вопрос нашего конкурса. Для чего в старину, кроме хранения продуктов, служили бочки? Вот хозяйкам разного размера бочки. Вот ждем вариант ответа. Подсказывает ей звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Какой же у вас будет вариант ответа? Давайте познакомимся для начала. Мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Светлана. Для чего в старину, кроме хранения продуктов, служили бочки разных размеров? А вот хозяйки, вот на кухне, где-то там в кладовке, для чего использовали, как вы думаете? Я думаю, еще использовали для того, чтобы залить белье. Залить белье. Ну, может быть, так и пользовались. Сбирали белье. Хорошо, давайте я дам вам еще одну попытку. Бочки разных размеров. И вот надо взять, например, там, муку, там, килограмм, допустим, да? Ну, может быть, еще, это самое, пекли булки, конечно, замесили тесто в бочке. Значит, смотрите, послушайте меня еще раз внимательно. Попытка номер три, но последняя. И вот хозяюшка должна была зачерпнуть, например, ей нужен килограмм муки, допустим, для того, чтобы приготовить пироги. Но весов у нее нет, а есть бочки разных размеров. Как вы думаете, для чего использовали? Бочки могли быть еще, значит, как мерные бочки для измерения. Ну, конечно же, мера для измерения продуктов. Эти аплодисменты вам. Третья попытка, но спасибо большое за вашу такую, знаете, смелость. Вы не побоялись и дошли до конца. Пригласительный билет в картинную галерею Гавриила Ващенко достается вам. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. И вот я хочу спросить у ребят. Мне очень жаль, что приходится вас отрывать от этого увлекательного занятия. Видели бы вы свои лица. Со стороны нам видно, как увлеченно, какие у вас эмоции на лице. Таисия, ну вот хочу спросить. Никогда не пыталась группа Кава взять такую белорусскую песню и как-то ее осовременить? Или все-таки это знакомо вам? Ну, не то, что не пыталась. А мы с этого, можно сказать, и начинали. Перед тем, как появилось свое творчество. С фольклора такого, да? Да, по сути, мы брали белорусские народные песни и немножко их переделывали под себя, осовременивали, скажем так. Осовременивали, да. Это уже потом появились какие-то тексты авторские и так далее. Поэтому нам не то, что это близко знакомо, это, можно сказать, начало Кавы. Ну, а составцы мы вообще с этого и начинали в другой группе, правда? Да, на самом деле мы даже с Таей познакомились в музыкальном проекте, который был именно, ну, направлен на фолк-музыка. Назывался он «Бифолк». Вот, и как бы с этого все началось. То есть можно сказать, что Кава вообще началась с фольклорной музыки. Фольклорной музыки. А можно что-нибудь вот из такого вот интересного фольклора? Ну, не совсем это фольклор, конечно. Мы опять-таки взяли за основу только белорусские народные слова. Ну, то есть песня, белорусская народная песня? Слова. Слова, а, ясно. То есть там музыки... Белорусская народная песня, Слова. А над музыкой мы уже тоже изгалялись, как только могли. Все ваше? Практически, да. А как называется? Пробуем «Святый вечер». «Святый вечер». У колядки. Да, да. Как бы колядка. Пробуй. Святый вечер, добрый людям. Святый вечер, добрый людям. Святый вечер, добрый людям. Святый вечер, добрый людям. А ти дома, дома, а сама пан господар. А калиё дома, а хайвы дева двор. Святый вечер, добрый людям. Святый вечер, добрый людьем. Ай, выйдет во двор, Задернил шедрый бор. Задернил шедрый бор. Святый вечер, добрый людьем. Святый вечер, добрый людьем. Святый вечер, добрый людьем. Святый вечер, добрый людьем. Ай, выйдет во двор, Задернил шедрый бор. 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 Я сейчас покажу. Можно я посмотрю? Было бы желание, пожалуйста. Для меня самое сложное, мне кажется, это как-то с ней заговорить. Я бы так сказала. Найти с ней общий язык. Я только сейчас спрячу. Другой способ применения. Сейчас спрячу только хвостик, чтобы у нас изделие уже не... Вообще вот я вам хочу сказать. Это эксклюзивная работа. Её плела группа Као, дорогие друзья. Начинала, я бы сказала, так плести, да, да ещё и в прямом эфире. Я даже предлагаю им остатки материала взять с собой и её закончить. Всё, ребята, а потом показать в нашем Инстаграме или в нашей группе ВКонтакте. Договорились? Так что, как хотите, с вас обязательно изделие. Для того, чтобы сделать ленточку, нам нужно сначала, допустим, взять секатор и обрезать хвостик, чтобы он был плоский. Затем берётся специальный такой колунок, он называется, специальный такой инструмент. И обычно это делать с более толстой лозы, но я на маленькой лозы вам покажу. И получается раскалывание. Но это ещё не всё. А где такое приправить? Ну, надо сказать, что действительно мастеров сделать такой колунок не так много. Мне вот просто повезло, отец моей подруги, он сделал. И у нас получились вот такие прутики. И мы видим, что здесь как бы вот так, треугольничком. И вот это нужно срезать. Это нужно верхнюю часть, конечно... Слушайте, это же такое довольно мужское, мне кажется. Но есть у меня специальный инструмент, называется струг. И всё это до того, пока не станет ленточкой? Да. И всё это протягивается под вот этим ножом специальным, и они так утончаются. Дорогие друзья, вы представляете, сколько секретов таит в себе мастер по лозоплетению? Мы даже не планируем их все и раскрывать, и это, мне кажется, невозможно. На это потребуются годы. А самое главное, меня это очень заинтересовало, я обязательно попробую. Действительно, это очень-очень интересно. Я знаю, что ваши изделия находятся сегодня даже в фондах нашего Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей. Да. А вообще часто сегодня вы выставки устраиваете? Где можно посмотреть всё, что вы делаете? Дело в том, что если раньше у меня была вот эта коллекция дома, но собралось настолько много работ, что их просто негде хранить. Как бы чтобы они просто разошлись, каждая из этих изделий имела какую-то свою изюминку. Я не повторяла изделия, а как бы разрабатывала каждый раз. Конечно, на неё, допустим, неделя пойдёт времени, но зато это уже какое-то неповторимое изделие, которое имеет своё лицо. Поэтому, в конце концов, я решила, пусть они останутся. Тем более, что, значит, когда-то они мне звонили с Дворцова паркового ансамбля и пригласили приобрести у меня небольшое количество, там до 10 работ. Но я уже решила, что пусть к этим работам уже и остальная коллекция. Но часть, где-то порядка больше 12 работ, я подарила тоже таких самых одних из лучших, подарила Белорусскому союзу мастеров в Минске, членом которого я состою, собственно говоря. Я бы хочу как раз, Инна Васильевна, уточнить. А какие у нас интересные выставки, может быть, ремесленников проходят, вообще выставки проходят сегодня в областном центре народного творчества? Сегодня у нас немножко тематическая выставка, посвящённая Новому году, в выставочном зале непосредственно там, где собрание ёлочных игрушек, как и старых, так и новых. Но на самом деле... Кстати, очень интересная выставка. Мы уже ходили, смотрели. Это действительно очень интересное, я вам советую сказать. И кроме этого, я хотела бы сказать, что на самом деле участие мастеров, мы, конечно, планируем их участие в различного рода мероприятиях. То есть они ежегодно, наши мастера, но не все мастера, а именно которые занимаются ремеслом и промыслом. То есть только эти древние ремесла представляют всегда на фестивале, ярмарке. И Александровна не раз установилась дипломатом этого праздника. А знаете, что мне интересно, Тома Александровна, а как вы относитесь к современным видам творчества, рукоделию? Сейчас очень много совершенно новых, я бы сказала. Может быть, они идут и откуда-то, и оттуда, и из старины, но в любом случае. Вот как вы к этому относитесь? Я очень положительно отношусь к этому вопросу, потому что я это называю прорастание сквозь асфальт. Да, что-то в этом выражении действительно есть. И это замечательно, потому что человеку, это один из компонентов человека творческого, реализовывать творческие свои энергии. Кстати, сегодня из газетной бумаги ведь тоже плетут, и корзины, вот у нас тоже в интерьере есть, коробочки. Мне кажется, принцип приблизительно такой, только не надо такого количества, наверное, вот этих вот кусачек, и такого инструмента. Да, это немножко, это, конечно, легче. Вообще, дорогие друзья, возрождать народные традиции сегодня становится очень модно. При этом каждый, вот обратите внимание, ищет какой-то свой путь. Кстати, гумельская самобытная группа Егорова гора, это друзья нашей программы. Они, например, известны тем, что берут за основу традиционные белорусские песни, и, как вы знаете, довольно экспериментально, я бы сказала, их обрабатывают. И вот самое главное, что слушателям-то на самом деле по душе такой вот, знаете, синтез народного и современного. И вот старинные песни в исполнении Егоровой горы имеют особую энергетику. Я предлагаю прямо сейчас послушать одну из них. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А как коза устала, треба ей три куски сала Давайте, люди, сала, как коза устала Мешок наполняется, коза подымается Ну-ка, коза, подымисься, добрым людям поклонисься Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, вот такой вот Дорогие друзья, вот такой вот Добрый колядный мультфильм о победе добра над злом Вы знаете, приближает, в исполнении Егоровой горы, конечно же Приближает нас уже к новогодним праздникам И, кстати, коляды для наших предков были главным таким зимним праздником И вот я бы хотела, чтобы прямо сейчас, в прямом эфире О забытых вот каких-то белорусских традициях и о новых проектах Егоровой горы Нам рассказал руководитель продюсерского центра Егорова гора У нас на связи, на телефонной связи Егор Полишук Егор, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер, это Наталья Волынец Программа Добрый вечер, Гомель Очень рады слышать Добрый вечер, очень приятно Очень рады слышать вас в прямом эфире Вы знаете, вот только что мы в прямом эфире посмотрели ваш колядный видеоклиф Такой очень добрый мультфильм И я знаю, что тема Вау, очень классно Да, замечательно И вот я знаю, что тема колядок очень-очень вам близка Егорова гора любит часто участвовать в таких обрядовых гуляниях А на самом деле, Егор, как сегодня белорусы относятся к таким традициям И как правильно надо праздновать колядки? Расскажите нам Во-первых, очень приятно, что сейчас идет возрождение традиций Мы видим это, орнаменты мы видим даже на упаковках в некоторых продуктах прорисовываются Это касается и праздников Уже озвучивают люди, что именно коляды собираются справлять Значит, традиционно, ну много всяких таких приготовлений было Но основные такие, наиболее, как говорится, доступные для сегодняшнего нашего, так сказать, обывателя Это, конечно, вожжение огня Потому что это все-таки солнечный знаковый такой праздник Увеличивается день Вот этот переход солнца, зимнее солнцестояние, так называемое Вот, и в знак вот этого рождения света зажигали огни во дворах Можно хотя бы свечку зажечь в доме И клеоладики, блины То есть это тоже символ солнца А кутья, подожди, там кутья, да Кутья, это каша, приготовлялась И кисель, вот таких как бы три основных традиционных блюда И обязательно приглашали предков в столу То есть считалось, что, так сказать, вот эта родовая линия поддерживалась этим Спасибо большое, спасибо, Егор Ну и в двух словах о ближайших концертах Егоровой горы, расскажите Ну, конечно, Егоровая гора с удовольствием участвует в колядных каких-то вечеринах И мы 23-го числа едем в Минск в бар-клубе В граффити будет колядная вечерина Большой концерт будем устраивать там И 11-го января в нашем гомельском такой андеграунд клуб-бар-квартирник 11-го числа приглашаю гомельчан Вместе с нами поучаствовать в колядной вечерине, повеселиться Спасибо большое, спасибо большое, Егор Мы желаем хорошего вечера, дорогие друзья Это прямой эфир и о белорусских традициях говорили только что с руководителем Продюсерского центра Егорова гора Вернемся в студию сразу после рекламы Дорогие друзья, на Беларусь 4 продолжается прямой эфир Сегодня говорим о народных промыслах И вообще, вы знаете, сегодня все чаще можно услышать истории Когда молодые ремесленники развивают народные традиции, народные промыслы При этом меняя городской комфорт на, допустим, деревенскую экзотику Есть такие примеры и на Гомельщине Сергей и Анастасия Добровольский Переехали из Минска в деревню Казимировка, Лоевского района, несколько лет назад Купили небольшой дом и занялись любимым делом гончарством Вот вы видите их фотографии Среди их изделий нет одинаковых чашек тарелок Каждое изделие уникальное, живое И свою мастерскую добровольские так и назвали, живое Вообще, по их словах, в каждом кусочке глины Вот в любом изделии из глины обязательно живет душа Все работы молодых гончаров выполнены из экологически чистых материалов Сочетают в себе народность и в то же время современную стилистику Как, впрочем, и каждый день, который они проводят в своей деревне Очень интересная история Я думаю, что ребята как-нибудь станут героями нашей вечерней программы Но так как очень мало времени остается, мы хотели все и научить, и показать, и спеть, и исполнить Очень хочется, Инна Васильевна, затронуть тему, как, на ваш взгляд, все-таки стоит развивать Развивать вот народные промыслы Ну, прежде всего, конечно, приобщая молодое поколение детей и подросткам к этой народной традиционной культуре Я хочу вам сказать, на самом деле, дети уже... Сейчас огромный интерес у детей это вызывает, это искусство И дети с большим удовольствием идут и учатся всякому ремеслу Поэтому в наших центрах ремеслах... Где вот, кстати, можно научиться плести лозу? Вот в наших районах центров ремеслах и в 27 в Гомельской области Конечно, можно получить различные навыки Что хотите, за чему вам душа лежит Хотите гончарству, хотите лозоплетению, хотите соломоплетению То есть это у нас развито достаточно хорошо Вот мне интересно, Тамара Александровна, что у вас... Так у вас уже почти все получилось Да, мы уже выполняем, заканчиваем выполнять каркас изделия Сейчас осталось вот так бечевочкой зафиксировать ребра для того, чтобы начать плетение Без этого оно не будет держаться Ну, а плетение, дорогие друзья, мы уже освоили в самом начале нашей сегодняшней программы Что бы вы хотели пожелать телезрителям, которые очень заинтересовались этим ремеслом, но как-то, может быть, побаиваются еще? Вот ваш совет Побаиваться не надо, только я могу сказать однозначно, что ваша жизнь раскранится новыми красками И у вас появится очень больше поводов порадоваться и больше поводов радости Вы знаете, даже вот темпераментный Вадим, он стал другим к концу сегодняшнего эфира Да, вот вообще как, как ощущения, Таисия, Вадим, как? Крутые Мы ждем корзиночку, запомните, мы ждем лукошка, готовая на фотографиях в наших социальных группах Ну что ж, дорогие друзья, итак, какие народные промыслы вы знаете? Руслана, наша телезрительница, вышивает, как учила бабушка Зинаида пишет, что все возвращается Сегодня в моде опять орнаменты и плетеные корзины, ее это очень радует Илья говорит, что резьба по дереву самый древний способ украшения Я так понимаю, Илье нравится О, а Василий про бочки написал Дед был бондарем и его научил Василий, чуть раньше надо было нам, да, ответить как раз-таки на вопрос конкурса Ну, а Ульяна говорит, что гончарство, лозоплетение, соломоплетение, керамика Бочки делали раньше в деревнях, вышивали, хлеб ржаной пекли Все это и есть народные ремесла Ульяна, ну вот даже не спорим Но вы знаете, изделия из лозы все-таки прекрасные Еще при этом, при всем, обратите внимание, и новогодний подарок И очень полезная Обратите внимание, очень полезная в хозяйстве вещь Такие вот белорусские кошики, мне кажется, очень даже поспорят С современными всякими Я даже не так сказать, интерьерными диковинками Да, в любом случае это такое что-то натуральное, наше, родное И вы знаете, самое главное, что вот это все технику лозоплетения Вы можете, дорогие друзья, освоить сами, самостоятельно Но я предлагаю вам творить с программой Добрый вечер, Гомель И вы знаете, присылайте свои фотографии, своих изделий на наши электронные ящики Или в социальные сети в нашей группе ВКонтакте Оставляйте, в общем, делитесь своим творчеством с нами Ну а мы обязательно покажем ваши шедевры в прямом эфире Ну что ж, это была программа Добрый вечер, Гомель Спасибо всем участникам Ну а закончит ее группа Кава Я же, дорогие друзья, прощаюсь с вами И до новых встреч в прямом эфире Машины парами подьми рвают мне Ветренной крамой усмехаются А я же засолся я на скакуне И навод ветер в уши подопается А просто мотыльки в животе моим заскопали Был сам сон, а больше сами мы все сказали Мотыльки свет крылами перевертнули Камусти стрелы, а мура, а мне одразу кули Бам-бам, бам-бам, бам-бам Субтитры подогнал-бам